попробую рассказать что такое компас у меня есть такой специальный компас геодезнический это такая большая стрелка ее надо отпустить и она показывает нам на север на самом деле если это земля есть магнитное поле то есть земля это как большой магнит и поэтому даже металлические предметы которые просто вот лежат где-то на поверхности земли на поверхности стола они намагничиваются за счет вот этого магнитного поля земли в ядре есть представьте атом атом это ядро вокруг положительно заряженное вокруг которого вращаются отрицательно так вот у ядра также и у электрона но электроны рассматривать не будем потому что мы говорим про ядерный магнитный резонанс у ядра есть такое попробуем рассказать что такое резонанс за пять минут вот смотрите у нас есть простейшая модель атома это положительно заряженное ядро вокруг него вращается отрицательно заряженный электрон так вот у ядра у него есть так называемый спин спин если представить механически эту модель то это как бы вращение ядра вокруг вокруг своей оси так как она положительно заряжена и мы знаем что заряд если перемещать в пространстве то вокруг заряда возникает магнитное поле то же самое при вращении заряженного ядра возникает магнитный момент но он направлен в зависимости от того как происходит вращение так вот большинство веществ у них есть положительно заряженное ядро со спином или у каждого вещества есть изотоп изотоп у которого есть ядро со спином так вот помещая такое ядро магнитное поле земли у нас получается эффект магнитной стрелки то есть ядро пытается выставить свой магнитный момент как-то ну в основном конечно против поля земли но иногда он встает и по полю земли и тогда это возникает неустойчивое равновесие и вот ядра они постоянно менять свое положение то по полю земли то против то по то против и этим эффектом можно управлять если мы накачаем систему определенным подадим систему определенный радиочастотный импульс как раз на той чистоте на которые вот ядро совершать свои перескоки но это так образно говоря на самом деле он совершает перескоки с уровне на уровне и при этом его поглощается либо выделяется потом с определенной частотой вот если мы с этой частотой будем воздействовать на нашу систему ядер мы будем переводить их состояние неустойчивого равновесия и после того как мы выключим радиочастотный импульс они будут с этого состояния сваливаться вниз на состояние устойчивого равновесия и при этом излучать на той же частоте на которой мы послали импульс чем ну да таким образом мы можем возбудить ядра вещества и получить от них ответ причем этот ответ казалось бы он должен на этой же частоте излучаться так вот не совсем так дело в том что ядра у нашего есть окружение электроны и другие ядра и они несколько сдвигают то поле магнитное в котором находится ядро она либо больше либо меньше и это накладывает свой отпечаток на ответ ядра который мы получаем при регистрации сигнала для регистрации сигнала используются вот такие катушки я не буду задаваться сейчас в подробности почему она именно такой формы просто скажу так что вот допустим у нас образец который посуду оставлялся вот это некая жидкость мы помещаем в катушку потом включаем поляризацию это сильно магнитное поле в котором на магничность жидкости возрастает затем мы выключаем поляризацию и на магничность у нас начинает прицессировать вокруг магнитного поля земли возвращаясь в положение устойчивого равновесия то есть вдоль поля земли и вот этот момент прицессии мы можем наблюдать на осциллографе теперь посмотрим как это выглядит в прошлый раз я уже показывал вот этот экранирующий кубик из меди и алюминия в котором у нас находится датчик в датчике уже есть образец это вот такая баночка с водой здесь у меня их много разных жидкостей здесь идут провода связи они идут мое устройство на котором уже горят светодиоды это значит питание подано наблюдать сигнал можно как на осциллографе так и на экране компьютера давайте подадим сигнал в нашу систему вы видим ее из разновесия посмотрим что из этого получится я нажал на кнопку на компьютере пошла поляризация она выключилась через две секунды мы видим сигнал и на осциллографе и на компьютере это спад свободной индукции это как раз сигнал от ядер чтобы убедиться что я вас не обманываю что это никакой не переходной процесс удачи ся две секунды а это это очень много для переходного процесса это должна быть высокая добротная система давайте вынем образец вот его аккуратно вынимаю вот эта баночка я и ставлю вот сюда мы опять все это закрываем возвращаемся к нашей системе пытаемся получить сигнал ты нажал на кнопку пошла поляризация поляризация идет вот видно там вот она 0 и поляризация ушла смотрите сигнала нет нет сигнала давайте поставим баночку обратно ставим баночку обратно в наш датчик закрываем фокус-фокус включаем смотрим идет поляризация видите ток 129 ампера 1,29 ампера поляризация закончилась 2 секунды опа у нас появился сигнал ядерно магнитно резонанса давайте этот сигнал как-нибудь испортим для того чтобы был такой длинный сигнал нужно чтобы магнитное поле земли было очень однородно но его можно испортить смотрите у меня есть вот такой магнит мы его положим вот сюда до нашего куба но примерно полтора метра давайте получим сигнал опа нажимаем поляризация пошла 1,29 что же стало с нашим сигналом смотрите он стал коротким он укоротился из-за того что мы вот здесь поместили магнит какой ужас оказывается для того чтобы получить хороший сигнал нужна хорошая однородность поля и мы ее умеем получать сейчас я повторю и расскажу как же получил такую хорошую однородность поля внутри лаборатории в которой очень много железок так вот сигнал а теперь посмотрим что же находится сверху куба смотрите сверху куба находится одна и вторая железки вот эти вот железки и создают выравнивают однородность выравнивают скорее неоднородность да вот в поле этого куба таким образом с помощью двух железок положение которых рассчитывается экспериментально то есть я хожу тут часа полтора двигаю их туда-сюда но я не буду этот процесс показывать потому что долго и утомительно но в конце концов можно найти такое положение для железок при которых получается очень хороший такой длинный двухсекундный сигнал ядерного магнитного резонанса так что же вам еще такое рассказать жалко у меня сейчас нету хорошего образца ну ладно все тогда